В эфире Панорама Севера в студии Елины Гончарова. Здравствуйте! Сегодня родные и близкие, друзья и коллеги вспоминают Юрия Владимировича Фирсова. Десять лет назад генеральный директор Архангельской телевизионной компании погиб в результате авиационной катастрофы. Его жизнь длиной в 46 лет друзья назовут прерванным полетом. Десять лет назад под Вельском разбился самолет, в котором находился генеральный директор Архангельской телевизионной компании Юрий Фирсов. Инженер-радиофизик он любил мечтать, а мечтая добиваться поставленной цели. В Архангельск он попал после Ленинградского политеха. Здесь, по его собственному признанию, ему удивительно легко дышалось и интересно работалось. Пройдет совсем немного времени, и Юрий Владимирович станет комиссаром стройотряда, который будет возводить МЖК Соломбова. Именно там создается первая в стране телевизионная кабельная сеть. Там же в начале 90-х рождаются немало проектов, которые с успехом притворяются в жизнь. Сейчас уже об этом даже странно вспоминать, но еще лет 15 назад большая проблема была не только мобильных, их не было, этих телефонов, а квартирный телефон установить. И вот этот проект, который так и получил название «Народный телефон», когда люди подписывались на будущую услугу связи по установке квартирного телефона, он впервые зародился в Архангельске. И один из его главных инициаторов это был Юрий Фирсов. Тем временем телевизионная кабельная сеть выходит за пределы МЖК Соломбова. Архангелогородцы имеют теперь возможность смотреть лучшие российские и мировые каналы, получают высокоскоростной доступ в интернет. При Фирсове количество телевизионных каналов увеличивается с 15 до 29. Юра был из кого-то тех предпринимателей, настоящих русских предпринимателей, чем царских, российских предпринимателей, которым верили на слово, что ее слово оценилось дороже договора. Если Юра сказал, он обязательно это сделает. Земной путь Юрия Фирсова прервался в небе. С пути сбился самолет, но жизненный курс, проуженный Фирсовым, оказался выверен и точен. Именно поэтому Архангельская телевизионная компания продолжает развиваться. Множество дел, родоначальником которых был Юрий Владимирович, продолжают его друзья и коллеги. Вот только не хватает им сегодня его добрых и внимательных глаз, точного слова и крепкого плеча. Лариса Ковлешенко, Ольга Красулина, Панорама Север. Сегодня в 3 часа утра в Архангельск прибыл самолет МЧС России с вынужденными переселенцами из Украины, которые покинули страну в результате военного конфликта. Из Ростова-на-Дону в Архангельск прибыли 117 граждан Украины. Аэропорт Талаги, 3 часа утра, совершает посадку самолет МЧС России спецрейсом из Ростова. На его борту 117 беженцев с юго-востока Украины, среди них 35 детей. Южане не привыкли к белым ночам и к комарам. Все прилетевшие очень легко одеты, поэтому кутаются в пледы. На взлетной полосе украинских беженцев встречают спасатели, пожарные, медики, сотрудники Федеральной миграционной службы и представители администрации Архангельской области. Людям оказывают первую медицинскую психологическую помощь. Каждая обеспечен питанием и вещами первой необходимости. Сотрудники ФМС на месте переписывают данные прибывших. Всегда хотели жить на севере. Мы решили, вот как раз возможность появилась, сюда прилетели. Рассчитываем получить гражданство, остаться жить в России, заработать стаж, пенсию. У вас большая семья? Двое детей и муж. Украинских граждан разместили в госпитале для ветеранов и в санаторной школе-интернате номер один. А спустя несколько часов на пресс-конференции в администрации области журналистам рассказали о том, какую работу предстоит выполнить, чтобы сделать пребывание украинских беженцев в Архангельске максимально комфортным. Надо элементарно просто создать человеческие условия. В санаторную школу, безусловно, в сентябре придут дети. Поэтому мы постепенно в течение ближайших 10 дней из этого учреждения, проживающих там больше 60 человек, из которых 15 дети, будем перемещать в родник. Архангельская область не впервые оказывает помощь украинским гражданам. На сегодняшний день в регионе проживает более 500 беженцев с юго-востока Украины. Из них 150 человек подали заявление о предоставлении им временного убежища. В настоящее время, вот у нас в Архангельске уже 73 человека подали на временное убежище. В Северодвинске 18, в Новодвинске 10, ну и по области вот так вот до 10 человек в каждом районе. Если есть основания, человек может получить разрешение на временное проживание, затем вид на жительство и пойти на гражданство. Если у него таких оснований нет, он может пойти, например, он не хочет здесь оставаться надолго, он может надеяться, что там все закончится, он просто получит разрешение на работу, будет работать или получит патент. Оказание медицинской помощи людям, радикально поменявшим место и образ жизни, одна из главных задач правительства региона. Чтобы на территории Российской Федерации не возникли вспышки инфекций, кори, дифтерии, других опасных заболеваний, мы собираем у лиц анамнез, то есть спрашиваем, привиты ли они, не привиты ли они, не привиты ли они. Мы выясняем обстановку, ситуацию, определяем, сколько, каких нужно вакцин, и эта работа в планном порядке будет проведена. Помочь людям, прибывшим из зоны военных действий Украины, может каждый. Помощь принимается в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. По адресу город Архангельск, Троицкий проспект, 118. В первую очередь требуются продукты питания, одежда для взрослых и малышей. В Центре работает телефон доверия. Его номер 211-422. Мария Воробьева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Будущим родителям о главном чуде на земле. В Архангельске проходит информационно-просвидетельская акция «Подари жизнь». Мероприятие, направленное на предотвращение абортов и сохранение семейных ценностей, проходит во всех регионах России. Подробности в материале Екатерины Грициенко. «Подари мне жизнь» в рамках этой акции. 15 и 16 июля с 9 до 3 часов дня в роддоме имени Самойловой. Без предварительной записи ведется прием акушера-гинеколога. В это же время женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь квалифицированного психолога. Наша работа, работа психолога, заключается именно в том, чтобы помочь женщине сделать осознанный выбор. Тот выбор, о котором она потом впоследствии, чтобы никогда не пожалела. Акция «Подари мне жизнь» проходит в Поморье в третий раз. Специалисты уверены, такая работа не может не приносить результатов. «Раньше, к сожалению, количество абортов превышало число родов, которые проходили в России и в Архангельской области. И сейчас по области у нас в среднем проходит 35 абортов на тысячу женщин фертильного возраста. Вот такая цифра. И где-то в среднем один аборт на двое родов. То есть роды почти в два раза превышают число абортов». А значит, и счастливых родителей, способных преодолеть все трудности ради счастья рождения малыша, становится все больше. «Сейчас у нас срок 32-33 недели. Мы ждем девочка». «В конце августа». «Я хотел девочка, поэтому я очень счастливый. И мама тоже девочка хотела, поэтому мы очень счастливы». Для тех же, кто стоит в шаге от судьбоносного решения, 15 и 16 июля с 9 до 15 часов акция «Подари мне жизнь» открывает горячую линию. На звонки по номеру 420673 будут отвечать психолог и специалист кабинета охраны репродуктивного здоровья. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. Праздник апостолов Петра и Павла в Архангельске был ознаменован еще одним важным событием. У Свято-Тихоновского храма, что в Северном округе, митрополит Архангельский Холмогурский Даниил совершил чин освящения памятника Патриарху Московскому и всея Руси Тихону. В 1917 году Всероссийский поместный собор восстановил в стране патриаршество, упраздненное еще Петром Первым. Зайти на первосвятительский престол суждено было митрополиту Московскому Тихону. После Октябрьской революции, несмотря на гонения, он делал все, чтобы уберечь церковь, выстроить диалог с новой властью, защитить свою паству. Сам Тихон при этом прошел и через покушение на его жизнь, и через муки тюремного заключения. Спустя десятилетия потомки увековечили не только его имя, но и его образ. Открытие памятника Патриарху в Архангельске стало явлением по-своему уникальным. Это событие во всей Вселенной, потому что нигде нет такого памятника. Средства на сооружение памятника собирали всем миром. Инициатором выступил Благотворительный фонд святых равноапостольных Константина и Елены. Трех с половиной метровый монумент с бронзовой скульптурой Тихона изготовили белорусские мастера. В его водружении на законное место помогла мэрия Архангельска. Мы договорились с СЛДК на добровольных началах. Вчера полностью работала техника для того, чтобы мы сегодня видели, что установлен этот памятник святому Тихону. Я хотел бы поблагодарить за помощь мэра Виктора Николаевича, потому что если бы не было его помощи, у нас бы не получилось этого проекта. Освященный митрополитом Даниилом памятник святителю Тихону для архангелогородцев, для паствы, имеет особое значение. Тот владыка, который был до меня, владыка Тихон, он носил имя Тихона в честь патриарха московского. И сегодня это еще один мой призыв к народу, взирая на этот памятник, помолиться о упокоении нашего дорогого владыки, который много сделал трудов, сотворил на этой северной земле. Стоит отметить, что Архангельск стал первым городом, в котором установлен памятник патриарху московскому и всей Руси Тихону. Алексей Карельский, Сергей Минин, Панорама Севера. В округе Воробина фактуре отметили День рыбака. И не случайно там, ведь один из самых протяженных районов Архангельска вырос вокруг рыбопромысловых предприятий. А тех, чьими трудами живет и гордится наш край, в материале Екатерины Грицыенко. Этот день традиционно собирает всех тех, для кого хороший улов меряется тоннами пойманной рыбы. 46 лет назад День рыбака стал официальным праздником. Для истинных профессионалов своего дела это главная дата в году. В любую погоду, какой бы ни был день, я в День рыбака всегда в Архангельске. И всегда отмечаю, потому что это наш профессиональный праздник, и он самый главный у нас. Мне посчастливилось пройти все, все стадии, все специальности в Травом флоте, в Капитанской. Поздравить рыбаков в столице Поморья приехал мэр Архангельска Виктор Павленко. Перед началом торжества Виктор Николаевич по традиции возложил цветы к стелле Победы, воздвигнутой в память о погибших в Великой Отечественной войне, среди которых были и архангельские моряки. Торжественная церемония праздника прошла в зале Ломоносовского дома культуры. Среди участников немало ветеранов и тружеников Архангельского тралового флота. Конечно, Архангельск это первый порт России, таковым он был, таковым он. И думаю, что в дальнейшем получит развитие, и в этом его перспектива, но и перспектива в развитии рыбопромышленного комплекса. Я очень рад, что наше старейшее предприятие развивается, пришла новая команда, наступает стабильность. Я надеюсь, наступит в этом коллективе, это очень переживают ветераны тралового флота. Это беспокоимся все вы, жители Варавина-Фактория, потому что действительно мы считаем, что округ Варавина-Фактория и градообразующими предприятиями является, конечно, предприятие рыбопромышленного направления. И от их успешного развития зависит развитие и округа Варавина-Фактория, и в целом города Архангельска. Я думаю, что город Архангельск по-прежнему считается рыбацкой столицей, центром нашей рыбопромышленности России, или одним из центров, потому что и это надо развивать. Я думаю, что так оно и будет. Одним из организаторов праздника для поморских рыбаков, конечно, стал Архангельский траловый флот. Слова поздравления прозвучали от руководства старейшего флота на севере России. Мы находимся, по сути, на таком историческом месте, я бы сказал, где 95 лет назад начала свою историю не только рыбный флот Архангельска, был образован Архангельский траловый флот, но и вообще рыбный флот России, потому что это старейший флот в России. И вообще отсюда начиналась наша история. Профессионалы, внесшие особый вклад в развитие рыбной отрасли, были отмечены почетными грамотами и благодарностями мэра города Архангельска. Особым подарком архангельским рыбакам стало выступление заслуженной артистки России Аллы Самароковой. В минувшие выходные во всем мире отмечали Всемирный день почты. История праздника уходит своими корнями в глубину веков. Так, для передачи сообщений древние люди использовали дым костров, звуковые сигналы. В конце 18 века при строительстве порта Архангельск Петр I издал указ об организации регулярного почтового сообщения «Москва-Архангельск». Долгое время почта была единственным способом связи. А нужна ли почта в наши дни? Узнаем из традиционного опроса. Ну ведь не у всех, например, есть компьютеры. У меня вот, например, тети любят, чтобы я им письма посылала и читают везде. Конечно, кажется, лучше сотовый набрал, поговорил и все. Но все равно она любит перечитывать, и поэтому все равно почта нужна. Я считаю, да, нужна. Ну, во-первых, она помогает доставка всех писем. Я часто встречаюсь в судебных заседаниях, поэтому мы с почтой на «ты», можно сказать. Обязательно. Это даже не оговаривается. Без почты, как без рук. В некоторых случаях нужна, но все меньше. Практически любое сообщение можно отправить через интернет. Конечно, нужна. Почему? Как почему? Написать другу письмо с родными. Телефоны это уже как-то у всех сейчас есть. А вот забыли, забыли, совершенно забыли про письма. Почта в наши дни нужна, и даже и очень. Как без почты-то жить? Я думаю, что нужна для некоторых людей. Для некоторых это уже не актуально. От разрушения к возрождению. Новодвинская крепость – памятник федерального значения сегодня в окружении строительных лесов. Однако на территории исторического объекта идут не только реставрационные работы, но и открываются выставки. Казачество на русском севере. Так называется одна из них. Как связано казачество с историей Новодвинской крепости, у стен которой во время Северной войны была одержана первая морская победа России? Ответ кроется в самом вопросе. Ведь принимали бой с отрядами шведского флота и солдаты, набранные из малороссийских казаков. Открывшаяся на Новодвинской крепости экспозиция расскажет и о других фактах казацко-поморских связей. Сибирь перерастала казаками через наш северный край. Через столь восемь год шли. И вот сейчас возрождается еще почему? Потому что очень много народу южан все-таки тянет это, да, людей, вспоминать родные корни. Символично, что открытие выставки прошло в День святых Петра и Павла, который традиционно считается праздником крепости. По этому случаю на месте, где два столетия назад располагалась деревянная церковь во имя апостолов, был отслужен молебен. Возрождение вот этого памятника боевой и морской славы, конечно, это очень важно. Это важно, еще раз говорю, от духа, от нашей истории, от православия. Но еще очень важно, здесь живут люди на острове, ситуация она непростая. Но мы все время, я часто достаточно бываю на этом острове, и сегодня я прибыл, и прежде всего пообщался с людьми, узнал, как они живут. Здесь мы и ремонтируем дома, хотя вот здесь вот на этом месте был УФСИН, они переехали. Нам пришлось это дело подхватывать и строить мост сюда, чтобы люди могли проехать и автобус, и детей в школу, отремонтировать школу. Построили две бани, собираемся построить еще школу. То есть мы, что касается инфраструктуры, людей поддержим. Но очень важно, чтобы заработал 23-й лесозавод. И, конечно, вот здесь возрождался этот памятник, чтобы появлялись и новые рабочие места, и приезжали туристы. Второе рождение переживает Новодвинская крепость. Реставрационные работы ведутся в комендантском корпусе и проходящих под ним Двинских воротах. Здание порохового погреба проходит консервацию. Эти два объекта должны первыми войти в музейную инфраструктуру. Артемий Заварзин, Сергей Минин. Панорама Севера. В Архангельске состоялся фестиваль «Остров». Уже в третий раз он проходит на острове Краснофлотский и собирает поклонников рок-музыки со всей Архангельской области. Наша съемочная группа узнала, какими были для островитян эти выходные. 5 тысяч зрителей, 21 гектар музыкальной площадки. Все классно, все красиво, все супер. Просто народ отдыхает, гуляет, все аплодируют. Все вообще классно. Группы хорошие, подобрали, все супер. Этот фестиваль уже называют бренд-проектом региона и сравнивают с популярным нашествием. В этом году не меньше людей, не менее интересные группы. Также присутствуют группы и выступают группы наши, местные, те, которые у нас в Архангельске. То есть это своего рода ступенька, на которую они встают и уже дальше от них зависит, смогут ли они взлететь выше. В этом году на острове царило всеобщее музыкальное равноправие. Архангельские музыканты были не просто на разогреве у столичных. Номера местных групп чередовались выступлениями популярных исполнителей. Растает фестиваль по своей организации. Мне понравился наш сегодняшний сет. Мне кажется, что это одно из наших лучших выступлений в Архангельске. Сегодня очень повезло с погодой. И прекрасно, что этот фестиваль проводится как раз в разгар Белых ночей. У вас они даже круче, чем в Питере. В общем, все здорово, все удалось. Кипело, Флюмин, Северный флот, анимация. Какие планки поставят себе организаторы в году грядущим, предполагать сложно. Сейчас очередной остров позади. Но истинные поклонники рока уверяют, такие впечатления остаются в сердце надолго. Екатерина Грициенко, Алексей Карельский, Алексей Шершов. Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 12 июля в Архангельске на острове Краснофлотский состоялся рок-фестиваль под открытым небом «Остров». За предыдущие годы бренд «Остров» уже стал достаточно популярным среди любителей качественной рок-музыки. Среди участников – Кипелов, Флюмин, Северный флот, анимация и другие. Прямую трансляцию грандиозного мероприятия в мире рок-музыки можно было увидеть на телеканале «ПС». А 13 июля на стадионе «Труд» состоялся финал чемпионата Архангельской области по большому теннису среди мужчин. Третье место заняла команда Сергея Донского. Второе место у команды Игоря Сверидова. И первое место досталось команде Алексея Мировского. Телеканал «ПС» не остался в стороне и от этого спортивного мероприятия. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала «ПС». Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале «ПС» и в сетевизоре портала «Правда Севера». В болгарском Пловдиве продолжается 15-й личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин, в котором принимает участие и архангелогородка Татьяна Косинцева. Она сохраняет шестую позицию в турнирной таблице. После семи туров у нее 5,5 баллов. Лидирует россиянка Валентина Гунина. У нее на очко больше, чем у нашей землячки. В немецком Бранденбурге завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В женском финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров архангелогородка Наталья Подольская, выступающая за Россию, заняла восьмое место. Победу праздновала Данута Козак из Венгрии. В заключении выпуска информация о курсе валют на 15 июля. По данным Центробанка, на 15 июля доллар США 34 рубля 31 копейка. Евро 46 рублей 68 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». А далее на телеканале ПС смотрите трансляцию круглого стола «Подари мне жизнь», организованного Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области. А я, Ленганчарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В Вельске 15 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до 29 градусов. В Котласе возможен дождь, гроза, плюс 25. В Мирном до 30 градусов выше нуля. В Новодвинске 15 июля небольшой дождь, плюс 26 градусов. В Архангельске во вторник 15 июля переменная облачность, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, днём плюс 27. Атмосферное давление будет падать.